Меня зовут Елена Суханова, я нутрициолог-психолог, у меня дочь-подросток, ей 14 лет исполнилось пару недель назад, то есть я в теме снаружи и изнутри, скажем так, практически и теоретически. Да, как нутрициолог я очень люблю и достаточно часто использую продукцию Siberian Wellness и сильно ее уважаю за эффект энергии, за то, какие формулы использует наша компания. И вы, наверное, об этом слушали и читали в основном канале Siberian Wellness в Телеграме, мы там очень много писали про синергию в последнее время. Ну что, вроде как минута такая полторы прошли, да, потихоньку собираемся. Ну что, поехали, давайте подумаем о подростках, о том, в каких условиях они живут. Как это все выглядит у них, да, и что мы можем сделать, как мы можем им помочь. Свои вопросы вы можете задавать в комментариях к анонсу и в комментариях к записи. Я буду с вами, я постараюсь ответить на них максимально полно, чтобы у вас не осталось белых пятен. Да, с поддержкой, в этот раз с поддержкой. Итак, условия существования подростков. Хорошо, знаете, то, что мы все были подростками, это нас делает ближе к нашим деткам, да, мы можем себя вспомнить в их возрасте. Плохо, что наша память часто нас подводит, и реально наша память – это такая очень субъективная субстанция, которая вообще ни разу не объективная. И мы, у нас очень интересно формируется память, если вы со мной не согласны, допустим, или у вас есть какие-то вопросы, лучше поковырять этот вопрос, потому что свойства памяти, во-первых, мы не все помним. Часть мы конструируем, конструируем в связи с текущей реальностью, да, то есть мы что-то достраиваем в памяти, и вот эта достройка часто, ну, часто в угоду, да, нашим сегодняшним фактам. Тем не менее, факты такие, у подростков, у всех, да, практически, у них в это время бурный рост его организма. Вообще дети – это всегда бурный рост его организма, да, но подростки – это какой-то супер бурный рост его организма, потому что в это время у них еще бурное половое сосревание, да. Как мы знаем, половые гормоны, да, они оказывают огромное влияние на настроение, на телосложение, на характер, на то, как мы себя предъявляем миру, на то, как мы воспринимаем мир, да. И если до этого все было у них вроде как тихо, да, то сейчас вдруг начинаются какие-то громкие истории внутри психики. Все это связано с бурным ростом, на который накладывается бурное созревание полового системы. При этом у них достаточно жесткие условия жизни в том плане, что они ходят на занятия, которые они не выбирали, это обязательная программа, да, я про школу, коллектив, который они тоже не сильно выбирали, да. И вот тут вот проблема, да, потому что психологическое напряжение все-таки достаточно высокое. И мы взрослые можем встать в любой момент, да, выйти там, пройтись по коридору, в офисе, если мы в офисе работаем, да, отнести бумажку в бухгалтерию тогда, когда мы хотим, да, заодно зайти, пардон, в туалет, да, там, в кофемашине подойти, да, там, сделать какие-то свои дела по велению своего тела, да, по велению своего организма. Подростки это сделать не могут. У них 40-45 минут урок, и в момент урока они могут сделать как одно дело, да, потому что перемены очень короткие. И это накладывает свой отпечаток, потому что большое, очень большое напряжение, да. Мало того, подростки, в отличие от взрослых, они сталкиваются с ежедневной оценкой себя, причем чаще всего такой достаточно пренебрежительный, не учитывающий их индивидуальные особенности. И оценки в школе, я про них, и оценки с ровесников, это я тоже про них, да, столько оценок, сколько получает подросток, не получает ни один взрослый вообще в принципе. И когда тебя все время оценивают так или иначе, это тоже очень сложно. Представляете, да, там, пубертат, бурный рост, невозможность в тот момент встать, когда ты хочешь встать и сделать то, что ты хочешь в течение всего дня по факту, да. Ну, хорошо, половины. У кого какая, да, школа, есть школы, которые там просто отсюда и все, и до конца. О, пардон. Как я так? Вот, и все это связано с напряжением, да. А дома, а дома родителей. Дома родителей, которые устали чаще всего, и у которых, ну, как будто бы тоже не очень много времени. И подросток, по большому счету, оказывается в таком, знаете, состоянии такое одиночество. Это я так гипертрофирую. На самом деле, чаще всего все гораздо проще, да, все гораздо лучше, но про вот эту тень, да, такого гиперполизированного, да, существования подростка мы можем помнить. Еще у него есть дополнительные занятия. Да, дополнительные занятия по-всякому. Это могут быть репетиторы, это могут быть музыка, это может быть спорт, все что угодно, вы про своих подростков знаете, какие-нибудь дополнительные занятия. И когда вот это все накапливается, подростки начинают филонить, говоря обычным русским языком, да, домашка не сделана, на допы там что-то не подготовлено, ребенок там засыпает не вовремя, что-то там в ВК уткнулся, да, там так далее, так далее. Вот, книжки не читает, ерундой занимается круглосуточно, да, ну, то есть вот это вот такая вот история, которая, ну, такая, тоже гиперполизированная, сейчас мы с вами выйдем из темной комнаты, зайдем в более светлое помещение, вот, психологически. Потому что у него нет сил, они филонят, потому что нет сил, нет такого, знаете, понятия у психологов, как лень, да, ну, нет такого понятия, его никак не можно определить. Вот. У них нет сил, у них, они реально не высыпаются, потому что в момент бурного роста и в момент созревания полового человеку нужно реально больше времени, чтобы восстановиться. А я такой, знаете, я адепта достаточного сна, причем я не адепта сна, чтобы вот спить и вот, да, круглосуточно. Нет, там включается другая история. В общем, надо спать столько, чтобы человек чувствовал себя комфортным, выспавшимся образом, да. Указывая, кстати, эта циферка своя, ее хорошо бы изучить. Это изучается с помощью простых записей на утро, во сколько заснул, во сколько проснулся, сколько в итоге спал, как встал и как прошел день. Вот. И подросткам, как правило, нужно на час, на полтора спать больше, чем взрослые, ну, как в семье принято, да. То есть, по идее, подростка-то надо укладывать пораньше, как младший школьник. Попробуй уложить, да, вот. А встает он, ну, как бы на уроке, и они реально не высыпаются, ну, то есть, это правда. Какие возможные варианты, да, там, если лайфхаки, что можно сделать, ну, давать отсыпаться на выходных, но с учетом того, что человек будет ложиться все равно так же, как он обычно ложился. Договориться, что телефон будет находиться на зарядке в другой комнате от него, это правда очень важно. И самому тоже класть туда же телефон, то есть у вас есть место зарядки телефонов, которое находится в коридоре, там, или в зале, и вы все складываете свои телефоны и идете спать. Вот это по-честному, да. Вот, вот у нас так, на самом деле, да. Дитя у меня спит без телефона, и я тоже. Вот, значит, и вариант сиесты после школы, то есть, так, прикладываться, если не спать, то дремать полчасика после школы, когда пришел. Как вариант, да, потому что иногда действительно бывает сложно, точнее, не сложно, а порой невозможно устроить ранний, ранний отход ко сну у подростка, да. Вот, ну, как бы, можно хотя бы так. Вот, как правило, они филонят еще потому, что у них низкая двигательная активность, если у них нет допов по спорту, то это точно низкая двигательная активность. И, потому что, ну, сидит человек очень много, сидит на уроках просто бесконечно долго, и на перемене физкультуры минутки точно нет, да. И самое такое противное, ну, тут мы можем им помочь действительно по полной, да, это дефициты витаминов и минералов. Здесь мы можем сами руку приложить, потому что мы не можем изменить время урока в школе, мы не можем изменить, допустим, там, в моменте, да, низкую двигательную активность. Мы даже не можем иногда договориться, чтобы человек уходил, там, ко сну пораньше, ну, хорошо, сиесть-то хорошо, на выходных что-то отоспался, там, пришел в норму, да, там, отработал этот джетлаг дополнительным сном, вот. А вот дефициты витаминов и минералов мы можем взять под свой контроль, это действительно очень достаточно рабочая история, да. Ну, и на фоне вот этой всей усталости, да, и вот этого всего бурного роста и нестабильности настроения, подвижности, лоббильности психики, конечно, они иногда теряют цель, теряют ориентир, теряют мотивацию, и им тяжело сориентироваться. А что надо делать, да, что нужно делать, да, у них не хватает просто ресурса, не надо их обвинять в этом, да, ну, то есть, как, чтобы не драматизировать ситуацию, да. Да, ну, реально, да, когда у человека нет сил, ну, что же, давайте, да, сначала дадим ему ресурс, а потом будем уже разговаривать о свете. Вот, по данным доктора медицинских наук профессора Скального, около две трети взрослых и три четвертых детей подросткового возраста могут быть отнесены к группе риска по гипоэлементозам. То есть, это не один какой-то витамин, да, в дефиците, а их несколько, да, несколько важнейших микро- и макро-дефицитов одновременно. Или же, допустим, вот исследование я дам вам комментарием к записи эфира, подборку исследований, да, на что я опиралась. На самом деле их гораздо больше, то есть, когда заходишь в киберленингу или заходишь в подмет и вбиваешь какие-то поисковые истории, типа сон подростков, влияние физической активности на умственные способности, да, там, или, там, витаминно-минеральные дефициты у подростков, или просто слово подростки, или, там, да, там, что-то такое, дети школьного возраста, что-то начинаешь вбивать, там, взыскал просто бесконечные полотна исследований, сиди и изучай, и люди стараются, люди реально работают, это не курица лапой, да, то есть, каждое исследование – это огромный труд чаще всего коллектива с рецензиями, с, это очень все серьезно, даже если это научная статья. Так вот, в исследовании 2021 года, недавнее исследование, я нашла с достаточно большим количеством деток, 763 подростка возраста 11-18 лет, да, и там был измеренных рацион на количество витаминно-минерального, да, там, на богатство, и только 56 человек имели достаточный витамин D, по анализу крови им измеряли D, да, и практически все имели проблемы с питанием. 56 человек из 763 детей не имели дефицит витамина D. О чем я сейчас говорю? Смотрите, референсная норма витамина D, да, это какая-то нижняя граница и какая-то верхняя, она у всех есть в бланке, не нужно запоминать эти цифры, да, мы просто смотрим на цифры и видим, да, значение там 30-100. Если у нас в исследовании у ребенка витамин D-31, то он попадает в число этих 56 человек. Понимаете, какая петрушка? Вот, и тут очень было бы интересно посмотреть, сколько детей имели витамин D 30-40, 40-50 и выше 50. И вот тут, я уверена, была бы еще такая же, да, такой же, такой же веер, да, то есть из 763 детей. У них был диагностирован дефицит, то есть витамин D был ниже референсной нормы. Когда по оптимуму он должен быть середина референсной нормы и выше, да, на самом деле в этом исследовании практически все детки, я уверена, были не в оптимуме по дефициту, по витамину D. Почитайте исследование, если интересно, если любите такое чтиво сложное, то как бы вот можете открыть глянку. Какие потребности в витаминах и минералах у подростков? Хороший вопрос на самом деле. Отвечу кратенько, спойлер, как у взрослых. А теперь рассказываю, почему. Потому что с 12 лет приблизительно, да, мы еще смотрим на физическое развитие, да, подростки. Иногда бывают 12 лет такие совсем маленькие детки, такие совсем маленькие, а девочки еще совсем незрелые, там совсем-совсем-совсем, вот прям как на 11, на 10 лет, да, вот бывают такие. Их мы не берем в расчет, да, мы берем нормального подростка с нормальным развитием костно-мышечной массы и роста, да, и выше, да, те, кто нормальный и выше. Те, кто младше, их, конечно, берем по детским нормам, да, вот. Так вот, те, которые в норме с 12 лет, норма и выше. Есть такие подростки, которые вот в 12 лет уже, ух, меньше 14, ну, не дашь, да, то есть вот. Я говорю про тело, вот. Так вот, с 12 лет для нутрицистической поддержки подросткам можно и нужно давать взрослые дозировки, да, по весу они, конечно, отстают от взрослых в этот момент, но потребности на рост у них должны быть, да, задел на рост должен быть, то есть потребности в витаминных минералах у них реально выше за счет бурного роста. Поэтому мы берем с 12 лет баночки очень легко, не нужно запоминать тоже много разных цифр, хотя они, в общем, есть, и таблицы, и у Роспотребнадзора есть, и в Евразийских, да, вот этих нормах санитарных тоже есть, на которые ссылаются в составах на сайте Сайберия Нома. Все это можно поднять, распечатать таблицы, но у вас есть сайт, да, и на нем есть в процентах содержание от АУП. АУП – это адекватный уровень потребления, как раз по санитарным нормам Евразийского Союза, да, и вы берете и смотрите уже на взрослые, на взрослых витаминах. И, собственно, уже как бы и есть их можно только, да, взрослые которые. Вот. Хорошо, если вы, ну, покрываете просто физиологическую дозировку взрослую, да, у ребенка, а все, что он наест, пусть будет выше, пусть будет профицит небольшой, да, который он возьмет из еды. Есть вариант посчитать, сколько, какие есть ярко выраженные дефициты из пищи у ребенка, и у вас тоже, как у взрослых, и у вас их родственников, и близких в том числе, да, фича. У нас на сайте фича, пожалуйста, берите, вспоминайте, что вы едите, как часто вы что едите, да, там, прям картинки, порции и прочее, прочее, и у вас совершенно потрясающий анализ. Вот. Там надо посмотреть, что провалено, да, вот, витамин D практически у всех провален на самом деле, йод практически у всех провален. Магний мы часто недоедаем в рационе процентов на 50, это из того, что я вижу по своим клиентам, которых я веду, да. Кальций мы недоедаем тоже процентов на 50-60. Бэшечки, они такие, знаете, группа Б такая, 50-60 процентов вот так идет волной. Это у человека, который такой, следит за питанием своим, старается есть что-то правильное, думает о своем здоровье, да. Мы не берем человека, которого там на утро сосиски, на обед там пицца в школьной столовой, да, с какой-нибудь булкой и компотом, ну, ноль там, ноль там, ничего нет. Вот. А вечером приходит такое, макароны с сыром и опять сосиска. Ну, там вообще ничего нет совсем, абсолютно, уверяю вас, можете проверить. Соответственно, по фичи можно посмотреть реально, что вы едите, какие у вас провалы. И очень здорово там, когда мы мышкой наводим на показатели, у нас раскрываются такие вот окошечки, да, и вот там почитать, посчитать, подумать, и когда вы этим будете заниматься, лучше взять в руки ручку, бумажечку и понаписывать себе какие-то идеи, да, потому что вот в моменте кажется, что все понятно, это я уже из опыта рассказывала, а потом начинается какое-то ощущение, вот, что-то как-то несориентировалось, да, второй раз лезть как-то уже, ну, гордыня не позволяет, да, поэтому с самого начала берем ручку и начинаем вырисовывать вот этот майн-карту, да, да, или какой-то список, какие-то заметки, на основе которых вы потом будете потом подбирать себе дополнительную какую-то нутритивную поддержку, которая на самом деле имеет под собой даже научное обоснование, да, то есть я как нутрициолог, у меня 16 сертификатов по нутрициологии, да, и очень большое значение имеет наш шоу. Ну, правда, что мы едим, это, ну, мы это есть, что мы едим, это правда так, да, и как измерить, например, магний, вот по дефицит магния, да, по крови он показателен тогда, когда он уже просто на нулях, вот он уже все, тогда магний по крови покажет вам значение меньше 0.85, и мы поймем, что мы в дефиците жучайшем, да. Да, если там легкий дефицит, да, если мы недоедаем процентов, ну, 60-70 едим, 30% недоедаем, по крови нам ничего результат не покажет. Волосы тоже такая себе история, не всегда, не всегда ей можно пользоваться, да. Как? По рациону, конечно. По рациону берем и измеряем наш стандартный рацион, то, что мы любим, сколько мы едим и так далее. Давайте с вами подойдем к самому интересному, как мы можем помочь нашим подросткам, чтобы они остались нашими друзьями, чтобы у нас не было лишних проблем в общении с ними, да, чтобы они были сильными, ресурсными, а у них получалось то, что они хотят, и они не тратили лишних нервов, да, на несогласие, на ощущение своего собственного бессилия, потому что когда ты в бессилии, да, вот, там, знаете, там очень интересная амбивалентность возникает, что ты с одной стороны хочешь, с другой стороны не можешь, и с одной стороны тебе бы хотелось бы чувствовать себя достойно, да, ну, то есть, я сделал все, что мог, а там будет, что будет, да, вот, как-то так. А ты чувствуешь себя каким-то вот нехорошим человеком, да, мягко выражать, потому что ты не сделал то, что нужно, и ты не можешь и не хочешь поэтому, и дальше там человек закручивается, там, воронка прямо закручивается, закручивается совсем-совсем вот в нехорошие мысли. Итак, смотрите, я предлагаю базовую схему для поддержки подростков. Вы можете ее менять по своему разумению, потому что вы лучшие эксперты своего здоровья и здоровья своих детей, да, ну, как бы это важно. И моя базовая схема, она не заменяет обращение к врачам, да, и так далее. То есть мы все остаемся в добром, мудром разуме при этом. Логика схемы такая. Нам нужен витаминно-минеральный комплекс, который нам дает хорошую базу, базу вейер, да, в физиологичных дозировках витаминов и минералов, частичных минералов, да, витаминов и частичных минералов, которые являются базовой поддержкой и кофакторами для практически всех реакций в организме. Что такое реакция в организме? Это все, что происходит в организме, абсолютно все, называется реакция. Плюс нам нужна омега-3, понятное дело, потому что, ну, без нее сложно поддерживать когнитивные способности на высоком уровне, зрительные нервы, мембраны клеток, да, должны быть пластичные, мы растем, мы изменяемся, да, и от достаточности омега-3 зависит также и стероидный обмен, на самом деле, да, я сейчас про половое созревание. Нам нужна адаптогена для поддержки мозга, да, и нам нужна стресс-амортизация. Ну, тут как бы вопросов нет, потому что стресса у подростка просто было какое-то невероятное количество, на самом деле. Я, когда закончила школу, я была очень рада. У меня на это было миллион причин, вот, и я до сих пор вспоминаю этот день как один из самых счастливых дней в моей жизни, при том, что у меня было все хорошо. Вот, итак, мы берем мультивитамины, и я предлагаю брать медовитамины. Это такие достаточно простые работающие формулы, и состав мегавитаминов не очень нравится. Там есть кальций в физиологичной дозировке, там есть немножко магния, 130 миллиграмм цитрата. Цитрат дает энергию, кстати, достаточно хороший уровень, там, цепкого крепства в нем. Там есть витамины, там есть йод, там есть чуть-чуть цинка, чуть-чуть железа, да, там все есть. Все, что нужно нам базово, да, чтобы вот прикрыть все, да, одним махом. Но там не хватает нам витамина D. Поэтому витамин D мы добавляем в каплю. Как я это себе представляю? Смотрите, подростки люди занятые, родители еще больше, поэтому мы не будем усложнять нам процент. У нас весь прием витаминов на завтрак. Завтрак плотный, нормальный, домашний и в школу. Во время завтрака мама и дети открывают каждой свою таблетницу, которую собрала им мама там накануне, да, в воскресенье. И утреннюю. Единственное, что нужно сделать, это с утра выпить витамины, и ты на весь день свободен, что называется. То есть мы все скопом. Как мы пьем витамины? Вот у нас есть завтрак, например, да, там, яичница из двух яиц. Мы съедаем одно яйцо, потом мы открываем свою таблетницу, ну или не открываем, открываем свои баночки. Это не важно. Важно, чтобы было удобно, да, то есть я не настаиваю ни на чем, важно, чтобы вам было комфортно. Прямо максимально комфортно, максимально под рукой, максимально автоматизировано. Вот, открывая, значит, ребёнок что-то, где лежат, значит, витамины, берёт одну капсулу, запивает одним глотком, вот он, часть стоит прямо на столе, вот, запивает одним глотком воды, дальше берёт следующую капсулу, запивает глотком воды, дальше следующую капсулу, запивает глотком воды, дальше следующую капсулу, запивает глотком воды, понимаете? Все это ложится на этот пищевой комочек, который уже есть небольшой, и заедает оставшимся количеством завтрака. Нам нужно привыкнуть кушать витамины за завтраком в середине приема пищи, не запивая каждую капсулу стаканом воды, а запивая ее глоточком воды. Ну, хотите двумя, пожалуйста, двумя. Самое важное, чтобы витамины и минералы оказались внутри пищевого комка, стали в итоге нативной частью этого пищевого комка и хорошо усвоились с плотным завтраком, который содержит белки, жиры и сложные углеводы. Завтрак – это очень важный прием пищи, который должен содержать в первую очередь белки, жиры и клетчатку и углеводы. То есть идеально, если мы его визуализируем, это яичница из пары яиц с какой-нибудь овощной подложкой, типа брошенной фасоли или какой-нибудь гавайской смеси, что-нибудь замороженное можно зимой. И вчерашняя сваренная гречка, буквально пару ложек гречки рядом лежит. Вот просто идеально. Яйцо мы можем менять на какие-то вчерашние котлетки или лежащее мясо тушеное, что угодно. Белок хорошо заряжает, хорошо дает бодрость, дает достаточное количество белка, белок дает белок, для того, чтобы организм рост, развивался, функционировал и так далее. Итак, мы берем мультивитамины во взрослой дозировке, две таблетки. Запиваем их на один месяц, нам хватает полбанки, очень экономично и очень работающая схема. Я тоже, кстати, их часто беру в работу себе, я их пью. Витамин D стоит рядом на столе, и мы просто выдавливаем витамин D на еду и едим еду. Он безвкусный. Замерьте, 20 капель, сколько в пипетке выглядит, 20 капель один раз и на глаз. Если вы съедите 18 капель или 22 капли, большой разницы не будет, серьезно. Там можно ошибаться спокойно на пару капель в плюс или в минус. Витамин D у нас реально дает энергию. Он участвует более в 3000 реакциях в организме. Это то, что посчитано. Он необходим для роста костей. Кальция у нас в мультивитаминах. И он необходим для созревания, для полового. Это прямо очень важная история. Витамин D очень необходим. И дозировка, согласно документу от Союза инвокринологов, для взрослого человека достаточная составляет где-то в районе от 3 до 5000 международных единиц. Мы понимаем, что мы в рамках взрослых дозировок также даем деткам просто 4000 в серединке. Не зазорно вообще, а даже нужно раз в год делать чекап себе и детям. И вот витамин 25, метаболит витамина 25 у ваш, витамин D, его бы хорошо измерять, чтобы просто знать, что у вас все в порядке. И очень здорово, если он будет около верхней границы. Дальше, конечно, это омега. Омега – это многократно доказанный, важный для работы мозга нутриент, плюс поддержка в плотичности меморан клеток. Мы с вами об этом говорили. Мы берем ультра-омегу. У нее больше дегсаиновой кислоты, ДГК, которая поддерживает наш мозг. Мы берем ее, две капсулы, и едим. Магний органический. Вот знаете, здесь история такая. Значит, вы можете его брать за завтраком, если за ужином, ну, сложно ребенка просить, да, там, как-то сложно поймать, сложно это контролировать, когда он начинает пропускать, да. Почему нет? Можно взять это за завтраком, выпить три капсулы магния органического, и мы на весь день свободны, спокойны, и, ну, как бы, и у нас все в порядке с магнием, да. Там в трех капсулах содержится 174 миллиграмма цитрата магния, там есть валерьяночка, там есть адаптогены, успокаивающие травки, и день будет полегче. Вот, то есть, получается, знаете, такая история, такая нормальная горсть капсул за завтраком, которая вызывает массу эмоций, может быть. У меня, ну, как бы, по-разному бывает у клиентов, кому-то много, кому-то мало, кому-то нормально, всем по-разному. Омега – это вообще, это еда, ребят, ну, то есть, как бы, вот эти две капсулы омеги – это мы просто как еду, да, а две таблетки мультивитаминов, витамин D мы не видим, он у нас в каплях на еду выходит, две капсулы ультра-омега и три капсулы, получается, магния. Вот, перед экзаменами, в моменты тяжелых каких-то историй ученических, там, олимпиады, какие-то соревнования, викторины, прочее-прочее, добавляйте синхровитал-2. Отличная поддержка мозгу. Понятно, что синхровиталы, они уже, да, с учетом циркадных ритмов, их надо пить за завтраком и, по идее, за ужином, да. Что мы можем сделать в этом случае, чтобы точно пилась та капсула, которая за ужином, положить поднос на рабочий стол и поставить будильник, да, там, вот у нас ужин, например, там, 7-8 вечера, да, ну, значит, на 20-30 поставить будильник ребенку на телефон, ребенок уже взрослый, все нормально, вот, ребенку на телефон поставить будильник, выпить синхровитал и вот эту самую, да, прозрачную капсулу отвесить ему в баночку, поставить на стол. У него всегда должна быть, по идее, вода на столе, да, на учебном он сидит, какие-то уроки, что-то делает, у него прозвонил будильник, он закинул эту капсулу после ужина и все дальше едет, да. И через 3-4 месяца нужно сесть и подвести результаты со своим взрослым подростком, по-взрослому, слушай, смотри, мы с тобой витамины пьем, сколько, с сентября, да, вот с 1 сентября мы с тобой там, ну, или там, сейчас, 20 августа, давайте, максимально, до начала чемного года, красиво, да, начать. Вот, смотри, смотри, вот у тебя сейчас уже вторая четверть, серединка, смотри, как это здорово, там, у тебя вот сейчас в первой четверти здесь было 4, здесь было 4, а ты сейчас уже на пятерку идешь. Свяжите его успехи с его ресурсом. Прямо сидя и проанализируйте. Смотри, у тебя там, там, ты лучше спать стал, или там, ты меньше переживаешь, смотри, ты более ресурсно реагируешь там на какие-то стрессовые истории. Смотри, там, была вон контрольная по математике, а ты как бы спокойно села и написала ее, и вышла, и у тебя не было нервного срыва, ты нормально заснула в этот день, понимаешь? Вот, или какая-то более спокойная, я там с тобой вместе пью витамины, я там чувствую там вот то-то, то-то, а ты это чувствуешь, да? Или вот смотри, а мы с ноября ходим с тобой на танцы, или там ты пошла на танцы, и у тебя есть сила этими танцами заниматься, а в прошлом году ты танцами не могла заниматься, да? Не могла, потому что сил не хватало, филонила, да, там, уходила на занятия, там, что-то как-то так получалось, что вечно не до. А в этом году до, доходила, даже мало, да? И тебе нормально, ты выносишь это, да? И все хорошо, вот. И вот просто подводить итоги, наблюдать эту ценность от витаминов-минералов, потому что мы очень часто это пробегаем, этого как будто нет, и начинается такая история, что мы этих витаминов-минералов просто как будто бы, ну что мы их пьем вообще? 3000 рублей в месяц, понимаешь, базовая поддержка без синхровитала для ребенка, я вот не вижу ценности этим деньгам, зря ценности есть, она не может не быть. А какие дополнительные, да, такие истории к схеме, которые вот прям просто сказать на эфире, это девочкам, девочкам хорошо бы добавить железо хилатное, одну капсулу за завтраком, прям надо, вот, и первые там, если вы не пили железо вообще, да, никогда, то, конечно, первые 3-4 месяца каждый день, а потом переходить в первые дни цикла, хотя бы, да, 10 дней попить эту капсулу железа за утром. Идеально, конечно, измерить свой уровень ферритина в крови и посмотреть, чтобы он был в середине референса и выше. Ну, как бы, если есть железодефицит, и если вам эта тема важна, да, то тогда, конечно, пьем железо хилатное и меряем ферритин каждые 3 месяца, измеряем гемоглобин и общий анализ крови, но это как бы, если вы умеете, если не умеете, лучше, конечно, к инфрациологу по этому вопросу. У врачей там несколько другие алгоритмы определения, они не на оптимум и смотрят на границу болезни, то есть, если вы совсем больны, вам врач сориентирует, если вы внутри здоровья, да, там есть внутри здоровья, есть оптимум здоровья, есть не болен, не здоров, да, вот это вот не болен, не здоров, чекают нутрициологи, а врачи, они просто вот у них здоровье и все, они же по болезни, они наши спасатели. Вот, перед концом четверти можно добавить синхронитал 2, да, именно перед, а не после, поддержать кровоснабжение мозга, чтобы все хорошо функционировало и ребенок выдал максимально тот результат, на который он способен, это было бы хорошо. И еще, знаете, таурин. Таурин у нас улучшает выработку желчи, он оказывает поддержку нервной системе, помогает сердцу работать, да, в здоровом ритме, и он повышает выносливость, он очень здорово работает, как базовая поддержка даже. Если есть какая-то дискинезия, желостных путей, если ребенок напряжен, если он склонен вот так вот, да, напрягаться, если трудно расслабляется, то так же трудно расслабляется и его желчный пузырь, это логично, вот, и поддержать желчный отток таурином, это очень хорошая идея. И одну капсулу за завтраком, ну, как бы, если есть физические нагрузки, если дитё спортсмен, там, какие-то успехи, туда-сюда, добавьте л-карнитин в дни тренировок, на завтрак две капсулы л-карнитина. Хорошая штука, да, и здорово помогает мышцам выдерживать эту, да, нагрузку, и сердечные мышцы в том числе, да, и окисление жиров поддерживает, да, и мышцы не горят на больших физических нагрузках, если мы кушаем л-карнитин. Я заканчиваю, я готова отвечать на ваши вопросы, вот, в переписке, я надеюсь, что эфир был полезный, я помогла большому количеству подростков, я их очень сильно люблю, я получаю огромное удовольствие от общения с подростками, они чудесные просто, то есть я вот их прям вот так. И со своего подростка я поддерживаю в любой ситуации, то есть я за ней горой, стоп не происходило, я, значит, за своей подростком горой, и там всякое было, вот, и по школе, и по допам там, не знаю, мне очень нравится, какие они компаньоны, какие они самостоятельные, какие они молодцы, умные, вот, и если отдавать им часть какой-то, да, там, ответственности, как они ее держат, как они стараются быть взрослыми, вот, я вот просто обожаю. Надеюсь, что и вы тоже, знаете, испытываете такие же теплые чувства к подросткам, и помочь им нутритивно, это вот то, что мы можем сделать прям вообще в фоновом режиме, легко и непринужденно. Я очень люблю говорить, вот, если бы все проблемы в нашей жизни решались бы через витамины и минералы, ну, честное слово, было бы так здорово, да, там, взялся я в таблетницу, собрал себе капсулу там, чтобы решить это, то пятое-десятое, хоп, и у тебя все разрулилось. Ну, как бы, правда, ребят, пить витамины – это очень легко, это очень легко, и это, правда, не занимает огромного количества времени, а ваши затраты на таблетницу вашего подростка реально окупятся, потому что здоровье дороже денег, а еще дороже денег отношений. Отношения очень классно строить таким ресурсным, улыбающимся, довольным человеком, у которого все в порядке. Вот, на сегодня заканчиваю, хорошего вам дня, вечера, кто слушает с Востока, вот, всем жму руку, всем вам доброго.